что же такое оргазм потому что очень много вопросов оргазм был или его не было много вопросов по женским оргазмам да и по мужским тоже со мной сегодня в гостях анна ищенко семейный терапевт сексолог центра семейного и сексуального образования секрет и олег абакумов врач терапевт и медицинский блогер я кстати посмотрела статистику что только 30 процентов испытывают оргазм женщины начнем женских оргазмов самое такое болевое тело и хочется задать вопрос вот как раз как определить некоторые женщины говорят что я кончила пять раз за ночь и ты спрашиваешь а что там было-то в итоге ноги тряслись мурашки там было вот так вот мне хорошо и ты понимаешь что наверное это не про оргазм и вот как если разобрать это с физиологической точки зрения как понять что у тебя был оргазм женщине физиологической точки зрения его можно вообще на три стадии разделить первое это такое чувство когда ты находишься невесомости второе это когда прилив ты чувствуешь к половым органам к тазу и третье это когда у тебя возникает конвульсии такие которые менее одной секунды и тебя начинают бить это может быть множественный оргазм может быть одиночный оргазм но в целом все женщины они отмечают то что оргазм все таки это резкое сокращение это конвульсии а мышца тазового дна мышц влагалища да очень сложно спутать на самом деле то есть и интенсивность оргазма она тоже может быть совершенно разной и ты можешь получить оргазм один и получить оргазм другой и на это влияет множество факторов они могут быть психологически как женщина подготовлена к сексу какая была прелюдия как она степень доверия к партнеру это тоже супер важно да насколько она доверяет почему женщины при первой интимной близости могут не испытывать оргазм хотя их безумно может возбуждать партнер но при этом они себя чувствуют немножко не в своей тарелке не доверяют им страшно страшно раздеться может быть что-то может быть да что-то в себе ты думаешь о как ты выглядишь и так далее и потом оргазм через год отношений когда тебе уже в принципе ты знаешь своего партнера ты знаешь что от него ожидать знаешь себя знаешь что что твое тело его не пугает и в целом ты расслабляешься от этого наступает уже несколько другой оргазм это с точки зрения физиологии то есть это еще интересно то что оргазм их же все делят некоторые люди там типа джи оргазм оргазм клиторальный и так далее разные же да есть на самом деле сейчас уже научно доказано то что есть один клиторальный и клитор он же состоит из головки и из ножек а ножки они проникают глубоко в влагалище и когда стимуляция половым членом происходит это стимуляция на самом деле клитора происходит из-за этого женщина испытывает оргазм а когда я говорю что что там а вы когда-нибудь испытывали вагинальный оргазм она себя чувствует неполноценной потому что она только от стимуляции клитора испытывает оргазм на самом деле тот и тот он является клиторальным ну и многие мужчины вот они наверное ты подтвердишь что женщина приходит к тебе с таким запросом что я не испытываю вагинальный оргазм да потому что есть убеждение и у мужчин и у женщин действительно что есть некий такой вагинальный оргазм здесь просто есть несколько точек зрения на это с точки зрения сексологии принято эти оргазмы делить потому что это удобно это удобно потому что по мере открытия всех этих точек не сразу было понятно что это один непарный значит орган поэтому естественно это сейчас это как-то достаточно в узком кругу люди понимают что есть вот этот вот клитор который действительно там ножки луковички клитора до тела клитор это все на самом деле внутри влагалище находится за исключением точки а насколько я понимаю там другое скопление нервных окончаний но да часто приходит запросом а вот мне нужен вагинальный оргазм ну то есть там если посмотреть с точки зрения биологии есть все просто есть оргазм внутренний оргазм внешний если с точки нейробиологии оргазм один он вот отсюда пока мозг не отправить сигнал ни у кого никакого оргазма ни у мужчины ни у женщины не будет а с точки зрения да их там и анальные вагинальные и маточные как там только не называют это больше сейчас делается для удобства понимания человека что вот на задней стеночке там одна точка на передней стеночке другая там наверху третья и вот потрешь одну вот это получится вот это получится не мой то есть это больше для удобства сейчас делается но убеждение есть еще конечно у мужчин есть убеждение про сквирт что как будто бы вид струйного оргазма это просто вот выброс вот этого да секреторных желез что как будто бы то сто процентов женщина откуда это испытала оргазм ну во первых это испорно миф потому что естественно порно очень преломляет вообще понимание о хорошем сексе о качестве секса о женских оргазмах а прелюдию я вообще молчу потому что порно снимает естественно не для женщин порно снимает для мужчин в массе своей и там нужна красивая визуальная картинка большие члены очень быстро вот эти все половые акты это рассчитано на быстрое возбуждение и естественно когда там собственно женщина либо там она выпивает много водички и там даже видно по техникам как мужчина надавливает ей на живот и все это радостно из-за давления да эти много водички выходят этим же девочки на он ли фан используются либо у кого там из порно актрис покрепче мышцы они просто во влагалище удерживают эту воду но это большая редко чтобы у порно актрисы были вообще достаточно крепкие интимные мышцы а я кстати слышала что после родов легче испытывать скверт это вот с чем связано может быть потому что ослабевают мышцы которые и стенки мочевого пузыря которые держат так скажем мочу то есть сейчас же происходит споры типа что такое скверт но по факту скверт это мочеиспускание и она может быть вместе с эякулятом да с вместе со со смазкой которая выделяется женщины на большинстве случаев это все-таки мочеиспусканием резко и когда женщина родила у нее мышцы не такие в тонусе не так находится не так сдерживают поэтому скверт может происходить чаще и хорошо ли это плохо ли это тут в любом случае как бы все норма что норма для обоих и поэтому если для одного человека да для партнер для мужчины скверт нравится и для женщины тоже то является абсолютно может у мужчин как раз больше запроса на то чтобы моя женщина вот она должна испытывать скверт потому что как раз я видел в порно мужчин вообще больше запросов на то чтобы его женщина испытывала оргазм и возбуждалась и он этого чувствует себя более мужественному он от этого чувствует себя самодостаточным человеком который может довести свою женщину до оргазма и тут вот история про то что многие мужчины чувствуют когда женщина все-таки имитируют кто-то может вообще не чувствует потому что у него там психологический какой-то настрой да на то что я там бог в постели и все а многие чувствуют потому что это речь его сокращение благалище это учение дыхания учение сердцебиение это покраснение кожи ну то есть ты сразу ощущаешь а может быть такое что из-за слабости мышц вот я сейчас думаю меньше будет сокращение влагалище ну то есть не ощутимо конечно да но вот если мы говорим о недостижимости с точки зрения физиологических каких-то нарушений это могут быть предшествовать первое это какие-то физиологические изменения либо это мышцы тазового дна не укрепленные мышцы влагалище это может быть возникнуть после травмы может возникнуть после родов а может быть женщина испытывает потому что у нее есть нарушение гормонального фона либо заболевания какие заболевания это заболевание сосудов то есть атеросклероз который нарушает кровообращение это причем и у мужчин у женщин кстати атеросклероз полового члена достаточно часто история почему мужчина не стоит потому что у него возникает как раз таки нарушение наполнения пещеристых тел как раз когда мужчины ходят в аптеку пьют виагру с этим нужно работать и может быть помимо атеросклероза заболевания гормональные то есть это например гипотериоз сахарный диабет может быть различные проблемы с сосудами например сокращением когда возникает гипертоническая болезнь да повышается артериальное давление а может быть проблема как раз таки с дефицитом различных и дисбалансом гормонов у женщин у меня было случай когда девушка пациентка 10 лет в браке у нее растут усы нету оргазмов и она очень много ходила к докторам поликлинику на какие-то чекапы ей говорили но то что это как бы вариант нормы про секс она тоже ей было очень стыдно кому-то признаться то что она не испытывает муж об этом тоже не знал кстати то что она не испытывает оргазмы и вот с этими усами что делает женщина она скрывает то есть она скрывает от врачей то что не испытывает оргазмы а усы она раз в неделю себе депилирует воском я когда это услышал то что девушка нами видео показала вот каждую неделю ходит и эпилируете усы воском а потом оказалось когда она сдала гормональный профиль там зашкаливающее количество тестостерона и дефицит эстрогенов и она в принципе не может естественно не может получить оргазм вообще тестостерон у женщины тоже классно типа это не значит то что мусы будут расти то есть тестостерон это круто он должен быть и доказано что если у женщины есть тестостерон то это ее лучшая продуктивность это она больше будет испытывать оргазм почему потому что из тестостерона из излишков преобразуется эстроген как раз таки женский половой гормон поэтому женщин очень редко бывает переизбыток тестостерона а когда там американские врачи особенно если есть дефицит тестостерона у женщины то есть он там менее 0 36 нанограмм то в этом случае они могут даже назначить гормонозамещающую терапию вот что восстановил ее гормональный фон и да мы и начали восстанавливать гормональный фон это заняло около полугода лечения и далее после этого у нее восстановилась в общем то во первых перестали усы расти и во вторых она начала наконец-то испытывать оргазм и но там еще была ситуация с тем что помимо дефицит помимо дисбаланса гормонов еще были дефициты у нее был дефицит железа железо переносчик кислорода женщина кровоточит раз в месяц теряет большое количество железа железо она переносчик кислорода в том числе и к половым органам вот интересно что здесь главнее все таки мозг или состояние или психологическое состояние комплекс это должен быть здоровый комплекс человек и вот когда у вас говорили он и физически должен быть здоров и морально ну в нашем случае собственно психоэмоционально поэтому это комплекс нужно и про установки потому что конечно если девочки там с детства говорили секс это плохо это грязно ну и еще более страшные вещи я иногда слышала да какие ну девочкам запрещали мастурбировать да там мама заходила понятно что дети у них у всех пробуждается эрогенный зон там с полутора с двух лет и вот у мальчика начинает эту письку куда-то он тянет радостно ему прикольно он сидит он ну это же не про секс у него просто приятненько так же как и девочка стоит ей два годика она руку в тросы засунула солнышко и в глаз светит она вообще такая веселенькая и жизнь в кайф а ей сразу ну-ка руки убери лупят по рукам потом когда ребенок уже в таком в отрочестве скажем так тоже смотришь на вот у меня есть собственно племянница которая радостно подойдет к дивану уткнется в него клитором и давай натираться вот но ей прикольно ей прикольно никаких там мыслей про секс нет и вот ее мать лупит ее по этим рукам там руки вот поверх одеяла там не дай бог мне в подоле принесешь я говорю ей 7 лет как тебе в голову вообще такое пришло у нее даже мысли сейчас нет про секс это только в пубертате появится половое возбуждение сейчас ей просто приятненько она это скопление нервных кончаний потрогала у нее эндорфинчики дофаминчики выделилась она стоит ей классно просто все и ну я говорю зато женщина в будущем с оргазмами будет пристал к ней не надо переносить свой опыт вот и собственно я забыла к чему я вела лен а я спросила что важнее мозг или гормоны получается и то и то и как еще девочка росла да да конечно я помню девушка рассказывала что ее как раз таки в 12 лет бабушка застукала за тем как она ползала по как называется дивану бабушка застукала как она ползала да по дивану и у нее такой шок был у бабушки что девочка после этого то есть она уже со мной этим делилась ей было 25 ну то есть человек вообще к себе никогда не притрадился не смотрел никак это не изучал я ну я просто не могу у меня психологические ступы табу я так понимаю что классно что она дошла уже ну до этого что она об этом в слуху говорит в 25 понимаешь и не в 55 как многие женщины это видишь это сильная табу на чувстве стыда стыд это вообще один из самых сильных манипуляторов вообще нашим сознанием и конечно когда родитель это и с мальчиками с девочками такое может быть когда родители особенно если родители религиозные это же вообще застает тебя за этим делом там такое жгучее чувство стыда что ребенок ну или подросток он это табуирует для себя и все ему как отбила вот как говорят да что все он не не может к себе прикасаться ко мне тоже приходят девушки которые говорят ну я ж расспрашиваю как ты можешь получить у оргазма вот такую стимуляции можешь беру такой стимуляции можешь она мне говорит вот мужчина может исти он отkeeping руками языков надо во время activities америк kaçает я сама нет я говорю а почему так надо ее не пробовала ягоды интересно почему так обычно оборот женщина сама себе просишь дома я повезло что мужчинами может удовлетворить не Это не везение, это чистая физиология. Просто он, собственно, ее клитор нашел, вот так ему поделал. Подожди, но ведь много случаев, когда мужчина уже и во всех разных позах, и кунилингус, и пальцами, и все равно она не кончает. Хочу понять, то есть может ли у мужчины из-за того, что он знает все техники довести любую девушку до оргазма? Если мужчина знает, что оргазмы иногда нужно пробуждать, то безусловно. Потому что мужчина, который знает, что даже клитор у женщин, не все женщины испытывают клиторальный оргазм. Не все 100% женщины. Я считаю, что проблема достижения оргазмов, она у двух людей. Не может быть такого, что проблема в женщине, либо проблема в мужчине. Почему это возникает? Потому что пары не умеют с друг другом делиться, разговаривать о том, что вообще нравится. Вообще, с чего должна начинаться половая близость, чтобы ее не испортить? Это вообще обсудить, а что тебе нравится? Кому-то нравится анальный секс, фистинг, игрушки, различные там наручники, БДСМ. Кому-то нравится миссионерская поза. И то, и то является нормальным, если для обоих это нормально. Если женщина говорит то, что мне нравится, когда она меня мочится, и для мужчины это нормально, то для женщины может быть единственным способом достижения будет, когда он на нее пописывает. Либо если они это не обсудили, и мужчина со своей стороны что-то там тянет, до своей установки с прошлых отношений с детства, а женщина со своих, то это как тяни и толкай. Оргазм, он, знаете, он достигается, когда вы вместе движетесь, так скажем, в одном направлении, как локомотив. А если каждый из вас тянет одеяло на себя и как-то пытается угодить, а это на самом деле может быть и не нравится, нужно разговаривать. И если не получается разговаривать, нужно идти к сексологу. Вдвоем, да? Например, пойти, чтобы уже вдвоем пойти. Вдвоем, конечно, да. Сексолог, психотерапевт, который поможет выяснить причину. И, конечно же, еще стоит начать с хотя бы банального чекапа организма для того, чтобы понимать, а есть ли какие-то проблемы или нет, физиологически. Кстати, еще могут и физиологически не испытывать оргазм супруги, которые спят под одним одеялом долгое время. Что интересно, было даже исследование, и супруги, которые постоянно находятся 24 часа вместе. Они мало того, что становятся похожими друг на друга, как брат с сестрой. То есть они, реально на некоторые пары смотришь, а они вот как брат с сестрой. У них телосложение такое же, у них лицо такое же, и манеры такие же. они начинают пахнуть одинаково. И ты воспринимаешь своего партнера уже не как партнера, а как самого себя, или как брата, сестру, мать, отца, ну, в общем, кого-то из семьи. И это психологически тебя не тянет к нему, чтобы получить какое-то сексуальное возбуждение. И такие супруги, они занимаются сексом, потому что надо, ну, там, надо заниматься там раз в три дня, раз в неделю, как установлено, да, у них в семье. И на это очень стоит обращать внимание, когда люди говорят то, что мы там через три, пять, десять лет отношений перестали испытывать влечение. Нужно обращать внимание на то, что, а как они вообще живут вместе. У меня есть пациентка, которая живет в гостевом браке с мужем десять лет. То есть они не живут вместе, они встречаются, ну, там, ежедневно, через день в гостиницах. Чувствуют там классный секс. А у них, да, она говорит, у нас потрясающий секс все десять лет. Мы не живем вместе, мы скучаем друг по другу. У нас есть, у него свой бизнес, у меня там свои дела. Я, говорит, не домохозяйка дома, и вот для нее это нормально, и для него это нормально. Возможно, такое, конечно, не для всех. Кто-то хочет там полноценную семью, собаку, детей, да, обниматься по вечерам. Для кого-то это вариант нормы. И, может быть, если у вас такая вот ситуация в жизни возникла, то, может быть, вам на какое-то время сделать такое, знаете, экспириенс, когда вы разъехались на какое-то время, встретились где-нибудь в гостинице, да, ты в красивом платье, там, в красивом белье, он там тоже такой незнакомец, и почувствовать заново вот этот вот дух авантюризма, да, потому что женщина, которая не испытывает оргазм в браке с мужем 10 лет, она может испытать оргазм в браке с незнакомством, где-нибудь на вечеринке и такая, ого, потому что вот эти эмоции есть, эмоции, и он по-другому пахнет. Тестостерон тоже важен. Мужчины тестостерон отвечает за его либидо. Знаете, есть тип мужчин, на которых женщины просто липнут. У меня есть такой друг, который, когда заходит в ресторан, на него сразу же смотрят женщины. Они не могут на него не смотреть, потому что из него просто льется этот тестостерон. Он спортсмен, он накачанный, и женщины это чувствуют. То есть они еще как-то по запаху чувствуют? Конечно, это невербально, все ощущается. И ты себя чувствуешь, как будто, знаете, такая махина, такая волной тебя начинает сносить. И женщина с таким мужчиной себя чувствует о безопасности, в уверенности. Он уверенный, он точно будет классный продолжитель рода, он здоровый, у него нет никаких проблем, там, закрыты потребности с деньгами. И она все это чувствует, и на таком этапе, конечно же, вероятность оргазма совершенно другая. Но что мы видим, когда пары живут вместе, мужчина начинает забивать на себя, а зачем мне вот эту рубашку одевать, а давай я вот эту. А еще хуже, когда он, женщина как мамка, Вася, вот, на тебе там носочки постирала, там, погладила, еду тебе положила в контейнеры и так далее. И Вася вот с животом пошел на работу. И общение такое между ними, ты что поел, когда ты будешь дома, чисто как между мамой и сыном. И Вася воспринимает ее как мамку, а она воспринимает его как сыночка. Ну и какой там секс может быть. Про семейную жизнь, то, что женщина, то есть она сначала может получать оргазмы, ну там, на первом году жизни, на пятом. Звучит-то как. А потом из-за того, что они притираются друг к другу, могут оргазмы пропасть. Даже если технически он воздействует так же. Могут, конечно, потому что либидо меняется, во-первых, надо учитывать, что с течением этого первого, второго, третьего, пятого, десятого года жизни человек физиологически меняется. Человек стареет, у него меняется работа эндокринной системы, собственно, тестостерон, который отвечает за либидо, тоже туда-сюда по разным причинам. И, конечно, она в первый год может испытывать. Здесь, естественно, участвует. И процесс влюбленности, например, который в среднем от трех до девяти месяцев может действовать, когда у нас там окситоцины выделяются, там эндорфины, естественно, там возбуждение от любого сквозняка вообще происходит. Поэтому, конечно, там пара этим сексом занимается круглые сутки. Потом через год, условно говоря, люди начинают знакомиться. Только, ах вот, на самом деле, мне столько надо секса, тебе столько. И, конечно, лет через пять. Во-первых, от того, что принюхались. Может быть, какой-то стресс. Может быть, вот он все делает то же самое, но женщине мало прелюдий стало. Потому что, конечно, либидо в первый год совместных отношений и в пятый это совсем разные либидо. Поэтому, конечно, этот момент надо учитывать. Без хорошей прелюдии никакого хорошего оргазма ни у кого не будет. Запомните мужчину. И женщину тоже. Потому что, если женщина не делает качественному мужчину прелюдию, там тоже никакого хорошего яркого оргазма не будет. Это в обе стороны работает. Абсолютно одинаково. То есть у мужчины он будет чисто механический, не такой длинный, яркий? Не такой яркий, потому что у мужчины меньше нервных кончатей. Хочется задать вопрос сразу Олегу. Ну, давай спросим у мужчины, как оно по ощущениям. Ну, про прелюдии, про важность, как это для мужчины ощущается. То есть будет ли меняться оргазм, если будут прелюдии? С точки зрения мужского? С точки зрения мужского? Да. У мужчины по-другому все происходит. У мужчины происходит эрекция за несколько секунд, до 8 секунд. Более того, когда мужчина спит, у него 3 часа в общей сложности половой член находится в эрогенном состоянии. Представьте, то есть мужчина, если говорят там, мужчина думает о сексе каждые 7 секунд, то это чисто где-то является правдой, потому что мужчина, он в принципе возбужден всегда. И если у мужчины нету какой-то физиологической истории, ну, или психологической, тяжелой, то ему достичь эрекции это секунды. За секунды наполняются пещеристые тела, повышается давление, половой член приходит в готовность, головка увеличивается, иннервация и так далее. И тут есть такая штука, чем оргазм мужчины отличается от мастурбации, например, чем секс отличается от мастурбации. Женщина может это почувствовать, мужчина не всегда может почувствовать разницу между мастурбацией и занятием сексом. И именно поэтому иногда мужчины выбирают мастурбацию вместо секса, потому что секс это нужно что-то там делать с женщиной, там со всех сторон к ней подойти, трудиться, помыться, побриться. Побриться. Да, и это, ну, а помастурбировать это пять минут в кладовке, поэтому разница колоссальная, а итог один. Ты в любом случае кончишь, ты получишь момент, для чего, да, мужчине нужен еще секс. Это не потому что, вот у женщины это вызборос эстрогенов, которые действуют на ее головной мозг, как наркотики, схожие по героину. Она себя чувствует просто в эйфории. И если женщина несколько недель не испытывает оргазм, она себя чувствует в подавленном состоянии, у нее начинает рушиться психоэмоциональное состояние, у мужчины по-другому. Мужчина может пойти помастурбировать, потому что у него есть сильное психоэмоциональное напряжение, ему нужно его сбросить. И секс он может также воспринимать. Поэтому и мужчины, и женщины воспринимают оргазм по-разному. И точка возбуждения, чтобы мужчина не кончил, это должно произойти что-то, ну, какая-то проблема физиологическая, либо действие каких-то химических веществ, там, не знаю, опиоидов каких-то, да, наркотиков и так далее. Либо сильная психоэмоциональная, действительно, там, когда там боязнь, когда не стоит. Но если у него стоит и не кончить, это очень сложно. А если он как раз часто мастурбирует, постоянно, не знаю, по нескольких раздельствам? Вот, тут другая история. Мастурбация для мужчины и для женщины, она не вредна с точки зрения физиологии. Другое дело, как это делать? Если, например, женщина испытывает при мастурбации оргазм от игрушек, от вибраторов, это достаточно часто, то тогда в сексе ей сложнее достичь оргазма, потому что она не испытывает вот этой яркой эмоции, яркой вибрации. Но такой стимуляции мужчина не может дать. Такой стимуляции мужчина не может дать. А когда мужчина часто занимается мастурбацией, и это, в принципе, 99% мужчин занимаются мастурбацией практически каждый день, и это является нормой, потому что это потребность сбрасывать вот это напряжение, то в этом случае на секс это повлиять как-то негативно может, но в меньшей мере. Например, если у мужчины только что он помастурбировал, приехал домой, и там его ждет жена, а он уже как бы не хочет. Либо, например, то, что он мастурбировал под порно, а в порно там были какие-то извращения, которые женщина не может дать, и он приходит и начинает типа сравнивать. Вот в таком случае мастурбация может быть вредна. Но в других случаях мастурбация является естественным процессом и показателем здоровья для мужчины и для женщины, потому что отсутствие желания доставлять себе удовольствие может быть расценено наоборот как аномалия какая-то психологическая либо физиологическая, либо какая-то психологическая травма, вот как Аня говорит, либо как физиологическая, например, если у тебя нету желания заниматься сексом и тебе больше 40 лет, то займись проверкой своей сердечно-сосудистой системы, в первую очередь сонных артерий, проверить бляшки, сонных артерий, не забиты ли они вообще у тебя. Вот. Поэтому оргазм мужчины и женщины разный. Мужчины получают не такой яркий оргазм, как женщины, но при определенных влияниях на мозг для мужчины, мужчина может получить более яркие эмоции, эмоции, нежели от мастурбации. Когда? Когда у него есть визуальная картинка, которая не может заменить порно, когда у него есть какие-то звуки. То есть очень тоже интересные такие опыты были. Мне пациент рассказывал мужчину, то, что он говорит, что мы с женой иногда проводим такой опыт, когда я испытываю просто невероятные какие-то конвульсии. Когда мне закрывают глаза, надевают наушники, вот, включают там энигму, почему-то только под энигму у него такие эмоции. И она его начинает ласкать, а он себя там начинает что-то представлять. И он говорит, что это такие эмоции просто со мной происходят, совершенно другие, нежели вот, во-первых, он не воспринимает в этот момент свою женщину как там жену, он там может представлять все, что угодно, и при этом для него это наиболее яркая история, нежели, вот, говорит, при мастурбации либо обычном сексе. То есть он включает еще дополнительные источники удовольствия. источник воображения, он себя чувствует полностью в расслабленном состоянии, глаза завязаны, все закрыто, и он полностью расслабленный. А если женщина любимая, то будет отличаться оргазмом мужчины? Ну, если есть сильное чувство, если он ее любит, кроме того, что она визуально его привлекает. Итог в любом случае один. Как правило, у женщины, если она испытывает оргазм, у нее там несколько минут, а может быть десятки минут возникает вот это вот чувство эйфории, расслабления и так далее. У мужчины и только один всегда. Мужчину не нравится, когда его трогают после получения удовольствия и так далее, потому что он сбросил и все, ему хочется побыть одному. Он может тут же встать и пойти в ванную, помыться, и так далее. А для женщины наоборот, ей хочется пообниматься, ей хочется поговорить и так далее. И это не будет значить то, что он вас не любит. Это будет значить то, что у него вот такой был гормональный пик, а потом резкое истощение всего, в том числе и нервной системы, то, что его нужно на этот момент оставить в покое. Но занятие сексом с любимой женщиной, занятие сексом с девушкой по вызову, занятие сексом со случайной знакомой или незнакомой, это разные процессы. И когда мы занимаемся сексом, это не только исполнение своих физиологических нужд, но еще и психоэмоциональная связь. И когда два любимых человека занимаются сексом, это называется занимается любовью. Это когда люди получают еще, вот знаете, есть же практики, когда человек получает оргазм без прикосновения, без эвакуляции. и то же самое возникает и в этот момент, когда дополнительная стимуляция головного мозга усиливает возбуждение, усиливает эффект от конечного итога, от оргазма. Поэтому разница, конечно же, есть. Оргазм без прикосновения это самая интересная тема, в которую многие не верят. Многие думают, да как, должно быть вот так и так, по-другому невозможно. Ты что про это знаешь? Действительно такая штука есть, я ее сам наблюдал, я разговаривал с коллегами по поводу этого, и при правильном настрое, там, девушки, да, чаще всего девушки это делают, это реально. Вот, другое дело, что частое использование таких практик с точки зрения медицины, оно может быть пагубным, потому что если мужчина такое испытывает, например, и не семя извергает, а на пике возбуждения, то в этом случае у него могут быть какие-то воспалительные заболевания, вуретрии, там, и различные простатиты, и так далее в будущем. То же самое у женщины. То есть заниматься этим можно как элемент разнообразия, да, разнообразить вашу жизнь, вы можете даже вместе с супругом пойти, да, на такую практику и попробовать. И классно, если вы будете обладать такими методиками, когда вы сможете друг другу еще и давать удовольствие не только от того, что вы прикасаетесь, но еще и от того, что вы так можете правильно настроить друг друга. Но заменять этим секс совершенно точно не стоит. Потому что именно с прелюдией начинаются вообще все оргазмы. И вот если женщину телесно больше уделять в этом плане прелюдии мужчине визуально, то у них оргазм у обоих будет намного ярче. кстати, многие женщины комплексуют, если они не могут довести мужчину до оргазма. Потому что я слышала, когда женщина рассказывала, я ему делаю минет, он от этого не испытывает оргазм. я комплексую, значит, я не так что-то делаю. Огромное количество женщин тоже приходит и говорит, я все, я уже готова головой биться об стену. Здесь хочется, еще тоже будет вернуться к вопросу мастурбации, потому что есть такой термин, как дезадаптивная мастурбация. Вот она, собственно, и у женщин, и у мужчин бывает. Мы слегка эту тему затрагивали. У мужчин часто во время мастурбации, особенно длительной, без периодов секса, например, хват руки очень сильный. И нервное окончание привыкает к такому типу стимуляции, и дальше мужчина может испытывать оргазм только от своей руки. И вот, естественно, женщина, когда входит в отношения с таким мужчиной, они начинают заниматься сексом, она раз, во время нет, не получает оргазм, раз, во время секса он не вагинального уже, не анального, не глубокого горла, там на все уже для него согласна, уже идет на все курсы к нам в центре. А я ей говорю, так вопрос-то не в этом, вопрос-то в том, что у него сейчас сниженная чувствительность, ему надо повышать чувствительность, ему надо отвыкать от агрессивной мастурбации, потому что вот эта пережатая рукой головка члена, конечно, понижается чувствительность. Так же, как и у женщин, женщина тоже приходит и говорит, а я там только сама с собой могу испытать оргазм. От чего? От струи воды. Это мое любимое. Это с подросткового возраста самая распространенная дезадаптивная мастурбация. Даже вибраторы меня пугают не так сильно, как женщины, которые... Ну, то есть дезадаптивная... Там сильнее получается еще спугаться. Сильнее намного там идет привязанность. Естественно, мужчина же не может ей там шланг садовый вытащить, типа, дорогая, у нас сейчас будет хорошо. И он страдает, она страдает. Или меокомпрессионный оргазм, да, от ножка на ножку. Это вот детские вот этот мышцы поджимают. Я всегда не понимала, как так можно сделать. Ну, это с детства девочки обучаются этому, да, научаются. Либо он там какую-то мягкую игрушку между ног зажал, либо уголок одеяла. Мышцы начинают сокращать, 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 а так как луковичная, губчатая мышца, она полностью обхватывает, собственно, голову. То есть она зажимает просто. Она, да, да, это получается такой же оргазм без рук, только не через действие, конечно, на мозг. Но такое во время секса она не повторит? Естественно, начинается секс, начинается какая-то там позиция туки-стайла, какая-то миссионерская, у нее ноги не сведены, она даже если попытается сокращать там совсем другие ощущения, и вот тут начинает, что женщина, естественно, интуитивно попытается подобрать позу, где ей удастся вот эту ногу на ногу как-то закинуть и посокращать мышцы. Либо тогда партнеры не могут довести до оргазма. И вот это называется дезадаптивная мастурбация. Это, значит, такая история, которая вообще по-хорошему из нее надо плавненько выходить, а лучше всего в нее не входить. И чтобы вот в нее не входить ни мужчинам, ни женщинам, важно даже не то, там использует она вибраторы, не использует там, стимулирует она там струи воды, знаете, свой клитор, или там сильно хватает своего члена или не сильно. Важен момент разнообразия. Ради бога, пусть этот мужчина мастурбирует там достаточно своей сильной рукой, но при этом, если в его жизни есть еще и секс, и какие-то секс-игрушки, и секс-оральный, и секс-вагинальный, это разные по ощущениям виды секса там, то, естественно, у него эта дезадаптивная мастурбация не будет формироваться. Так же, как и у женщины. Ради бога, струя воды, так струя воды. Вибратор, так вибратор. Ну пусть это все будет в комплексе, да, там, с сексом, с собственной рукой, с рукой мужчины, с языком мужчины, ну, вариантов целая куча, и вот тогда этой проблемой можно избежать. Но если она уже есть, то лучше обратиться к сексологу, потому что, конечно, женщины от этого страшно страдают, начинается, он меня не хочет, а он меня не любит, то есть женщина сразу в эмоциональную сторону. А мужик стоит, ну, вот на консультацию, а он говорит, я не понимаю, я сам не понимаю, как это работает. А вот у нее ощущение, что это вот она бедная, она все одеяло на себя это перетянет и страдает по этому поводу, ходит на все курсы минетов, на все курсы анального секса, лишь бы довести его до оргазма. И он виноватым уже себя чувствует, это же очень подкашивает отношения, она чувствует себя неполноценной, он виноватым, но это же трагедия вообще в семье. Поэтому, конечно, с такими историями надо работать, это не какой-то там приговор, ты просто идешь к сексологу, вы с ним разбираетесь и смотрите по ситуации, как с этим справиться, и все. Самое важное, не винить кого-то из пары. Конечно. Вообще в СССР надо договариваться так, что никто ничего особо друг от друга не ждет. Вот это вот, да, вот у меня сегодня должен быть оргазм, ты никому ничего не должен. Ну, сегодня нет оргазма, ну, нет, нет, секс тоже хорошо, не обязательно там гнаться за этим оргазмом. Сам, собственно, каитальный процесс, это тоже прекрасно, есть такое выражение немецкое, валюст, вот есть оргазм, оргазм это конечная история, да, когда вот этот вот, действительно идет там у женщины взрыв гормонов, у мужчины наоборот, там как раз падает уровень экситоцина, поэтому ему хочется побыть одному. Конечно, он чувствует, что какая-то холодная чужая женщина, надо от нее отойти, он поэтому реально встал, что-то куда-то пошел. Женщина только-только, да, испытав оргазм, там у нее экситоцин выделяется, эндорфин, дофамин, эстроген, она лежит и такая, а уже никого обнимать, она не поняла, что, а что, куда делся мужчина. Да, на самом деле я согласен, то, что вот мастурбация, да, привязки какие-то могут мешать оргазмам, но еще могут мешать оргазмам отсутствия правильных привычек, например, или присутствия неправильных. Есть привычка смотреть телевизор вместе, и... Перед сном ты имеешься? Да, перед сном. Очень интересно было проведено исследование, что пары, которые смотрят телевизор перед сном в постели, занимаются сексом в два раза реже. Половое увеличение снижается, потому что вот этот вот синий спектр, да, в ночное время он влияет на гормональный фон. Еще очень сильно влияет, если женщина находится либо в ожирении, то есть лишний вес, жировые клетки, они большое количество энергии на себя забирают, и у таких женщин, как правило, сниженная либидо, и... Ну, еще хуже, если женщина очень сильно худеет на различных диетах. Это приводит тоже к большому дисбалансу гормонов. У нее возникает большое количество дефицитов, потому что женщина, которая неправильно худеет, это, как правило, отказывается от приема различных микроэлементов, и в первую очередь это приема белка, отказывается от мяса, белок, это строительный материал, участвующий в большом количестве формирования и аминокислот, и все возможные гормоны, и работе правильной внутренних органов, в том числе и половых. И женщины, которые истязают себя диетами, они такие сначала мечтали похудеть, похудели, и в итоге они секса не хотят, потому что они тощенькие, там нету никаких микроэлементов, психоэмоциональная сфера вообще уехала, голова просто полностью была занята тем, что она хотела, мечтала похудеть, и это тоже мешает, и физиологически, и психологически. А по поводу полезных привычек, которые точно дают продлить вообще жизнь человеку, это триэс, это секс, сон и спорт. И отсутствие спорта, как такового, для мужчины, это патологически, потому что, если мужчина с утра просыпается, идет, занимается спортом, у него большое количество выброса тестостерона, у него правильная работа гормонального фона, он себя чувствует крутым, он себя чувствует захватчиком, который все может в этой жизни сделать, и у него более яркое сексуальное влечение и к своему партнеру, и от партнера к себе. А вот для женщины, например, интересно, то, что ей нужно быть в выспавшейся, то есть, если мужчина с утра, он просыпается и пошел такой в бой, для женщины важно быть выспавшейся, получить вот эти вот 8 часов заветного сна, спокойно проснуться, без какой-то нервной вот этой подоплеки, и сон для женщины, он очень сильно важен, как женщина спит, не мешает ли храп партнера, да, для мужчины храп, причем он мешает тем, что у него возникает гипоксия и отсутствие полового влечения, а для женщины мужской храп тоже является ненормой, и она из-за этого не спит, она из-за этого нервная, на стрессе, а сколько пар, у которых мужик храпит в семье, или оба храпят, это же не норма, это и гипоксия, это и снижение полового влечения, и разбитость с утра, вот, и от этого рушится последнее, это секс, когда секса действительно не хочется, и когда нету этих трех С, секс, сон и спорт, то человек себя обрекает минимум на снижение жизни на 10 лет, на увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний, на увеличение риска онкологических заболеваний, на увеличение эндокринных заболеваний, гипотиреоз, сахарный диабет, поэтому вот суперважно, вот эти вот три вещи делать, и еще, когда мы занимаемся сексом, мы профилактируем, и женщины, и мужчины, причем, профилактируют заболевания мочеполовой системы, потому что, когда происходит правильное семоизвержение, происходит очистка каналов, нету застоя, есть приливание правильное к половым органам крови, а это профилактика циститов, уритритов, фагенитов и различных проблем не только у женщин, но еще и у мужчин в виде простатита. Интересно, про женщин, мультиоргазмичные каждая женщина может быть? Тут смотря, что подразумевать под мультиоргазмами? Вот вы рассказываете, девочки, я пять раз, десять раз кончаю, мне нужно сделать так, чтобы было девять стимуляций мощных, и я кончаю десять раз. Иногда, конечно, другие девочки думают, что? Что это такое? Что за супер-женщина? Ну, здесь тоже девочки все разные, зависит от возбуждения. По поводу мультиоргазмичности нет определенного мнения. Вот все женщины, не все, нет никаких определенных исследований, точно говоря. Вот есть исследования определенные, которые говорят, точно, точка G есть у каждой женщины. Все. С этим спорить уже бесполезно. А вот исследований про мультиоргазмы таких про женские особо нет. Поэтому это больше такая, знаешь, точечная, такая локальная история. Кто-то может к этому прийти, кто-то не может. Никаких определенных техник для этого нет, ну, кроме как усиление на этап плато, да, повышение либидо, для того, чтобы, значит, разрядка была ярче. А вот по поводу там пять раз, пять оргазмов за ночь и так далее, все очень индивидуально. Оргазмы наши зависят от нервной системы, от ее состояния в первую очередь. Конечно, когда женщина говорит, что она может испытать пять и более оргазмов за ночь, я даже слегка завидую, потому что у нее крепкая нервная система. Это же, там даже один оргазм переживается так глубоко, что там ближайшие два часа женщину в принципе трогать нельзя. Но опять же, если у нее там хорошо пробуждены эрогенозованы, хорошо работает эндокринная система, да, то есть в этом плане там еще отключила голову, например, ноги в тепле, ну, все, о чем мы сегодня говорили. И, ну, может быть, да, женщина с крепкой нервной системой и вот как-то вот эмоционально такая вся, эмоционально подвижная, скорее всего, женщина вот с такой нервной системой будет получать такие оргазмы, да, такие случаи. То есть точно тут не нужно себя сравнивать, это данность. То есть я поняла это, что это есть данность, есть такие женщины, которые получат десять раз микрооргазмы, а есть те, которые получат один. Один, но вот, да, Это же в первую очередь зависит от нашей генетики, потому что у нас склад нервной системы, то, что может холерик, не может флегматика, наоборот. Поэтому пытаться гнаться за чьими-то чужими оргазмами ни в коем случае не надо. Надо себя сравнивать, можно только с собой предыдущие. Все, ни с кем другим никогда, ни в каких других случаях нельзя. Супер. Будем завершаться. Скажи свои главные выводы по нашей теме сегодняшней. Во-первых, мне вообще сегодня было очень приятно здесь находиться, потому что Олег буквально транслировал все из моей головы, поэтому я очень активно кивала все это время, потому что я тоже больше придерживаюсь научной точки зрения на историю секса. Для меня выводы такие, что круто, когда человек понимает, что нужно сделать, чтобы у него был оргазм, что это может быть, и надо сдать анализы, это и проотключить голову, и поработать с установками, и поговорить с партнером, и про доверие. То есть хорошо, когда мы даем человеку информацию для вот этого вот такого внутреннего рефлексирования. Поэтому для меня это был очень приятный такой опыт, и я рада, что я здесь. Спасибо тебе. Олег, ты что скажешь? Чтобы, во-первых, продлить свою жизнь, оргазм продлевает нашу жизнь, избежать большого количества заболеваний, избежать проблем в семейных отношениях, точно нужно обращать внимание на эту проблему и обращаться к профессионалам, которые могут ее комплексно устранить. И не думать о том, что если у вас этого не было 20 лет, за 20 лет медицина изменилась, и подходы изменились. И сейчас, возможно, самое время, когда вы можете за короткий промежуток времени убрать практически любую проблему, даже онкология лечится сейчас на каких-то там третьей стадии, можно убрать онкологию. Что говорить про оргазмы? Это настолько песчинка для некоторых профессионалов, которые это могут убрать, но это должно быть комплексным. Вот, поэтому и читать больше для себя. То есть, например, у меня есть YouTube-канал, можно посмотреть для женщин, супер, я считаю, будет полезно. Есть там Telegram, Instagram-аккаунты, большое количество, там, миллионы просмотров, и людям супер нравится, доходчиво и так далее. Спасибо тебе. От себя скажу мой главный вывод, что оргазмы — это полезно и классно. Изучайте теорию, практику. Всем желаю ярких, сочных оргазмов после нашего подкаста. И это видеоподкаст «Встал вопрос». С вами были Олег Абакумов, Анна Ищенко и Елена Кирсанова. Субтитры сделал DimaTorzok